Пандемия коронавируса и мировой кризис подсказали, какие именно профессии являются ключевыми для нашей страны. Это врачи, учителя, полицейские, предприниматели. Но, к сожалению, на эти профессии общество давно уже наклеило негативные социальные ярлыки. А корень зла кроется в подготовке этих кадров, говорит член Национального совета общественного доверия политолог Айдос Сарым. Сегодня много финский опыт говорили. В Норвегии, я недавно прочитал большую статью про норвежское образование, там ставят один вопрос. Помимо математики, физики и так далее, главной миссией норвежского образования призвана и названа подготовить детей к жизни. Вот буквально, наверное, у нас тоже это должно быть. Мы должны сделать наших граждан патриотичными, наших учеников патриотичными, готовыми к жизни, способными брать на себя ответственность. Вот это, мне кажется, ключевое. Чтобы повысить уровень образования, нужно увеличить финансирование сферы, считает участник заседания Расул Жумалы. Нужно разработать новые рычаги стимулирования учителей, школьников и студентов. Это приведет к конкурентоспособности системы отечественного образования, говорит он. Наряду с этим необходимо поддержать и науку. Передовые экономики мира достигли своей мощи именно благодаря ей. По мнению Расула Жумалы, в Казахстане в приоритетном порядке нужно развивать науку в отраслях здравоохранения, сельского хозяйства и нефтехимии. Опора на природные ресурсы, на нефть, на газ – это уже вчерашний день. И снова же, наиболее развитые индустриальные страны – это те страны, которые в свое время вкладывали в науку, которые развивали наукоемкие отрасли экономики и в конечном итоге преуспели. Те страны – Сингапур, Япония, Южная Корея, Финляндия, Соединенные Штаты. Меня лично однодеживает то, что государство готово вкладывать в экономику.